Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу новости на русский язык из открытых официальных источников здесь в стране. Если вам интересно, что на самом деле происходит в Турции, о чем дисплетничают, говорят люди, то вам на этот канал. В инфобоксе ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Если хотите быть в курсе, подписывайтесь обязательно. И что могу добавить, это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. Давайте приступим. Начнем с информации про туристов. В Анталии автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП. Транспорт ехал из отеля в аэропорт и столкнулся он с бетонным ограждением. Водитель, к сожалению, погиб, но 20 человек из пассажиров в автобусе пострадали. Также там были дети и они были госпитализированы. Забастовка авиадиспетчеров в Анталии. Очень много рейсов были задержаны или откладывались перенесенные вылеты. Это были рейсы международные, внутренние, ну абсолютно все, которые из аэропорта Анталии отправляются. И эта забастовка будет продолжаться с 3 по 14 июля. Об этом говорится в заявлении отраслевого профсоюза. Из хороших новостей. Молодая девушка, зовут ее Синэм Кайнак, она была спасена в 23 году из-под завалов после землетрясения 6 февраля. И она вышла замуж. Ну вышла замуж не просто за какого-то любимого человека, условно за любимого, но за пожарного, который спас ее из-под этих завалов. Как рассказывается в истории, они познакомились, когда он ее спасал. Потом он спрашивал, заботился о ее здоровье, навещал в больнице. Такое теплое отношение, общение зародилось. И затем это переросло в романтические отношения. И вот с момента 6 февраля после землетрясения начали встречаться. И вот сейчас сочетались узами брака. Из больших таких новостей в стране. Турция праздновала победу в чемпионате в чемпионате мира по футболу с Австрией. И теперь Турция прошла в одну четвертую финала. Матч состоится уже 6 июля. Но между тем, после уже окончания матча разразился очень большой скандал. И Уфа заявила, что они открывают расследование в отношении футболиста турецкой сборной. Его зовут Мирик Демирал. И из-за того, что он сделал знак серых волков, который показал в конце матча после победы. В итоге на данный момент этого парня дисквалифицировали на два ближайших матча из-за вот этого символа серых волков. В свою очередь Турецкая Федерация Футбола утверждает, что у них есть еще время до завтрашнего, до 6 июля, подать апелляцию в защиту своего футболиста. Вообще сам Твиттер после поста этой фотографии с символом серых волков дал пояснение, кто такие серые волки. Это ультраправое, ультранациональное движение в Турции. Они имеют последователи также в Европе, в Германии. И они пропагандируют превосходство турок, особенно активно среди мигрантов это движение. И взгляды таких экстремистских направлений, и они становятся все более популярны в соцсетях. Вот у них есть своя символика и так далее. В свою очередь президент Турции Эрдоган изменил свои рабочие поездки и будет присутствовать лично в Германии на чемпионате по футболу, который состоится завтра, 6 числа. Матч будет играть Турция и Нидерланды. Это первый у них матч 1-4 финала Кубка. Очень много ставок. Конечно, сейчас все активно делают ставки на футбол, на матч. Турки, в принципе, очень любят спорт, ставки, азартные, энергичные такие, да, горячая кровь. Конечно же, когда начинается футбольный матч чемпионата мира в стране, у нас все затихает. Реально, на улицах даже машин меньше слышно. Потому что все наблюдают футбол, очень много выносят всяких экранов, проектора включают. Там, не знаю, во дворах соседи вместе смотрят и так далее. Очень много этого сейчас по стране. Ну и продолжить темой международных отношений. В частности, произошла встреча президента России Путина и Эрдогана, президента Турции, в Астане буквально на днях. Самые главные заявленные темы шло обсуждение о приезде президента России непосредственно в Стамбул, в Турцию. Договоренности остаются, скажем так, на столе. Это была все встреча на саммите ШОС, который в Астане проходил. Но, скажем так, Эрдоган нес свою повестку в этих дискуссиях. Первое важное, это строительство еще второй АЭС в Турции, в городе Синоп. И посредничество Турции в решении переговоров между Украиной и Россией. И, конечно же, по поводу сделки зерна. Ну, в общем, экономически все эти вопросы. На данный момент, что после этой встречи мы по факту имеем, что обсуждается поездка прямая непосредственно визит президента России в Турцию. Каких-то подписаний договоров, результатов от этого поездки нет. Просто были разговоры, встречи. И ничего особенного, какого-то решения, точки не было достигнуто. Были просто встречи и переговоры. Что касаемо протестов, которые захватили юг Турции, ситуации с Сирией. Как вообще, что сейчас по этому поводу у нас происходит? По заявлению официальному МВД Турции, на данный момент было арестовано порядка около 500 человек. В точности 474 человека. Но аресты и задержания все равно продолжаются. И эта цифра имеет такой неустойчивый характер. Она может меняться, потому что аресты происходят дальше. Людей вычисляют по камерам, по поступкам каким-то. В общем, полиция ведет расследование и разбирается. Ну и в связи с этим были, конечно, вспышки такого поведения, ненавистничества, хейта различного и нападки на сирийцев в других провинциях страны. Вот буквально вчера в Анталии напали на 17-летнего парня. Он сириец по происхождению. И он был в Анталии убит. Несли ему тяжелое ранение ножом. Напали три человека на него с ножом. Молодой 17-летний парень возвращался с работы домой. Во время этого все произошло. Убийц этого парня, троих их задержали. Они под арестом находятся. Буквально на следующий день, когда только начинались протесты, в Стамбуле был случай. Он тоже попал на камеры. Очень форсился в интернете. Мужчина средних лет, такой уже возраст, назовем. Он с ножом угрожал. Ну, ругался, но в руках у него был при этом нож. Выследили, арестовали. Его взяли под охрану. Буквально через несколько часов уже его выследили. Полицейские арестовали. Ему выдвинуты административные обвинения. В Стамбуле женщина жила в Шишли. Это район такой очень центральный, благополучный, дорогой. Выписали штраф за то, что она содержала в квартире в обычной 85 кошек. Штраф ей выписали на 613 тысяч турецких лир. На нее пожаловались в муниципалитет соседи, затем в полицию из-за шума и отвратительных запахов, которые исходили от квартиры. Можете себе представить, элитный дорогой район в центре Стамбула. Очень дорогое жилье. Очень-таки соответствующие соседи. И женщина держала больше 80 кошек дома. Хочу отметить, что там небольшие старые дома, там небольшие квартиры. То есть это, в принципе, очень большое количество животных на маленькое такое пространство на квадратный сантиметр, можно сказать, не на квадратные даже метры. Немножко таких новостей светских, сплетнических здесь в стране, в Турции, которые волнуют непосредственно самих турок. Вот и подходит, и завершается следствие. Оно вообще завершилось. И выдвинуты обвинительные приговоры. Были, напомню, арестованы Дилан Палат и Энгин Палат. Это такие знаменитости, инфлюенсеры и бизнесмены. В их обвинении что у нас звучит? У них есть 31 компания, то есть ИП. Они будут обязаны по решению суда, если оно будет таковым, да, все сбережения, фонды, заработанные деньги от этих 31 компаний перечислить в пользу государства, в пользу общества, если переводить прямо в турецкого языка. По делу вообще сейчас официально проходит 16 человек, и прокуратура запрашивает им, помимо вот этой конфискации финансовой, сроки от 13 до 27 лет заключения тюремного. Напомню, что статьи обвинений связаны у них в основном с отмыванием денег, незаконным налогообложением, они уходили от налогов, и также нелегальные ставки финансовые, которыми они промышляли. В общем, скоро будет суд, и я думаю, что это очень будет громкое судебное дело, будет очень много новостей по этому поводу. Если вам это интересно, новость, напишите в комментариях, я уделю этому время. Ну, это такой большой показательный суд над инфлюенсерами. Можно сродни, в принципе, натянуть, да, в принципе, сравнить. Похожее то, что в России, когда за экономические преступления неуплату налогов, вот Блиновская, вот такого ранга, это тоже самое. Но деятельность людей другая, но статьи обвинения неуплаты налогов, отмывания денег и так далее, в принципе, похожие. И напомню, что там 16 обвиняемых, это не только Энгин Палат, но и также их братья-сестры, двоюродные кузины-кузены, их подчиненные, кто, короче, был в курсе, кто помогал, также на кого были оформлены эти ИП, которые помогали уходить от уплаты налогов государства. Один день назад в Измире был очень сильный дождь, вообще, вот эта непогода захватила большую часть страны, Измир, Стамбул, в том числе, в Стамбуле был помягче, небольшой дождь прошел, ну, большой, но не катастрофа какая-то, да, потопа всемирного не было. Вот в Измире был большой дождь, буквально по колено воды было на улицах, этот поток сносил все за собой, и вот эта большая вода, поток от дождя пришел, и также в кафе, в основном, преклонного, пожилого возраста, пенсионеры. Они сидят там, играют в домино, лото, в карты, читают газеты, обсуждают новости, пьют чай, кофе, общаются, и вот такое кафе начало смывать, скажем так, большой поток воды пришел, но это не помешало этим суровым турецким мужчинам продолжить, азартным, опять же, напомню, да, историю про футбол и ставки, продолжить свое дело, которым они занимались, они продолжили играть, и, по сути, не собирались даже уходить из этого кафе. Вот такая последняя новость завершающая, так что желаю вам такой же силы и воли, как у этих мужчин, не отставать, не отступать от своих дел запланированных, пусть у вас все получается. Напишите в комментариях под видео, что думаете о новостях, которые мы сегодня озвучили, напомню, они из официальных источников здесь, в стране, в Турции. Если есть какие-то вопросы, задавайте, жду ваших комментариев, ставьте обязательно лайк и распространяйте видео в соцсетях, чтобы подписчиков и просмотров у меня было еще больше, у меня был бы стимул снимать новости. Новости вам почаще, как вы могли заметить, новости стали выходить гораздо чаще, я вижу ваш отклик, и вам нравится эта оперативность подачи новостей, так что я стараюсь для вас. До новых встреч в следующих видео, всем пока!